И знаете, один момент, который я почувствовал вот за эти многочасовые прохождения, во-первых, я не устал эмоционально, то есть я вымотался физически, у меня даже голоса хрип, наверное, все еще слышно, и все такое, но эмоционально это были шикарнейшие часы, шикарнейшие партии. Наверное, благодаря этому моменту, почему я хочу про это поговорить поподробнее, канал вообще существует. Он начинался с первой летсплей, большой был на канале много лет назад по Релику. Если вы обратите внимание, на заставки канала есть новая заставка, и там нарисованы разные игры. Эти игры не от балды сделаны, они сделаны знаковые, так скажем, для моего хобби, для моего канала. И все игры там понятны, там Мидара, там Рыцарь Маг, Тумани Бонс, все понятно. Но если внимательно кто смотрел, там есть Релик. Релик очень слабая игра по всем параметрам, но для моего канала она гораздо более знаковая, чем многие другие. И вот в чем это проявлялось. Когда я его снимал, я просто не знал, зачем мне этот канал, я не знал, что с ним делать, мне просто понравился сам факт, что можно что-то делать на Ютубе, и тебя даже кто-то смотрит иногда. Хотя там было десятки просмотров в начале. Так вот, смотрите этот «Спей не надо», это было ужасно с технической точки зрения, с точки зрения речи, с любых точек зрения. Но что меня поразило? То, что когда я играл, я не замечал ничего, что там нюансов, которые происходило. И я записывал эту свой летсплей, и потом на редактировании просматривал, и видел, что я буквально каждые несколько минут делаю ту или иную ошибку. А вот то же самое, как в Тумани Бонсе, в Гапломахе и в других играх, в Зайе. Во всех играх, где очень много нюансов, и нужно отрабатывать очень много каких-то вещей. Ты делаешь микро ошибки просто непрерывно. И в обычной своей игре ты этого никогда не замечаешь. Ты просто получаешь либо эмоцию, либо не эмоцию. Либо тебе нравится, либо не нравится. И вот, когда я в тот релик записал, пересмотрел, там была шикарная тоже концовка совершенно такая для меня. И это для меня было такое удивление и впечатление, что запись отображает настолько много, больше, чем того, что ты воспринимаешь во время игры, что я продолжил снимать летсплеи. И до сих пор, как видите, снимаю, несмотря на то, что они с точки зрения развития Ютуба идут только во вред. То есть вот те многочасовые летсплеи по гопломаху, которые я сейчас выложил на Ютубе, они мне стоили там десятков подписчиков. Потому что, ну, отписываются из-за того, что получают очень длинный контент, который мне интересен. Не то, что я бы жалею, то есть как бы, ну, дело вольное. И я понимаю, что эта игра слишком сложная, слишком дорогая, слишком недоступная, слишком, слишком, во всем слишком, слишком много нюансов. И люди сейчас такие нетерпеливые, если там, там, две недели приходит им оповещение, что вот гопломах, 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 то они отписываются. Но мне это не проблема, но проблема с точки зрения того, что для меня Ютуб канал сейчас это своего рода евроигра, в которой важны победные очки. А в евроигре победные очки, ну, то есть в евроигре канал Ютуба победные очки это подписчики, это лайки, это просмотры, это время просмотров. То есть я, как евроигрок, сейчас, получается, проигрываю, хотя, ну, как евроигрок в Ютубе. Вот. Но это все равно, потому что для меня данные летсплеи все-таки эмоционально были очень заряжены. И вот, который мы второй прошли, я просто даже сейчас с утра сел и пересмотрел некоторые битвы. И это было круто. Да, там куча ошибок. Да, нюансов. Но в момент игры я эти ошибки не замечаю. То есть если я их заметил в процессе игры, да, тогда я их исправляю, либо не засчитываю. Но если я прошел партию и я не заметил, я считаю, что она пройдена так, как пройдена. То есть мы, несмотря на то, что по всем характеристикам и правилам мы должны были проиграть, я считаю, что я выиграл второй акт. Мне сложно это объяснить. Я надеюсь, вы улавливаете эту мысль. То есть эмоционально я его выиграл. Да, потому что были очень крутые броски. Фактически один шанс из нескольких там десятков, чтобы только пройти. И эти броски не сработали. Да, может быть, я там неправильно комбат-лог отыграл или Агиле или еще что-то. Но сам процесс, он от этого хуже эмоционально не стал. Я надеюсь, я донесу. Это важная мысль для игрового хобби, потому что, ну, игровой процесс, если вы запишите любую свою партию в любую свою игру и потом ее пересмотрите, вы увидите вот эти микро-микро-микро-микро-микро-недочеты. И это, ну, у всех будет. У любой игры, у которой много нюансов, будет вот такой странный эффект. Если вы это не делали, просто попробуйте. Это будет очень тоже интересным опытом, который вот меня на релике очень сильно ударил. И, ну, в приятном смысле. Потому что этот опыт можно перенести на многие-многие вещи в жизни более важные, чем настольные игры. Данную особенность психики и нашего устройства ума можно перенести на долгоидущие, на более важные вещи, чем настольные игры. Но вот рекомендую, если есть возможность, попробуйте какую-то свою сложную партию в Тумани Бонс, там, не знаю, в тот же Гопломах. В любую, где много нюансов записать и потом пересмотреть. И вы увидите эффект, что когда вы играли, вы думали, что вы идеально играете. При пересмотре вы увидите, что здесь, 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 здесь. Вот. Тем не менее, несмотря на то, что я выиграл, по всем правилам, все-таки я проиграл, поэтому продолжения на ютубе не будет. Я доиграю эту партию уже сам. Так как я, по ощущениям, ее выиграл. Но сейчас я хочу записать финальную битву с Примусом, потому что там были действительно критические ошибки. Особенно со Стигяной. И проблема в том, что самое забавное, что я не нарушаю правила, я знаю правила. Но в какой-то момент, в процессе игры, я словно их забываю. То есть я знаю, как работает Agile, я знаю, как работает Комбакт Лук. Я не то, что у меня правила не знаю. Но в процессе игры, они как будто выключаются, вот как будто люди в черных тебя отключают и все. Это очень странный эффект. Поэтому финальную битву, да, немножко досадно, что я настолько ее неправильно отыграл. И в основном с Agile это свойство, оно настолько неинтуитивное, оно настолько меняет сам игровой процесс, что я вот до сих пор с ним не сожился. И сейчас я хочу просто переиграть финальную битву и посмотреть, как смогу ли я ее сыграть полностью по правилам. Это уже своего рода, ну, вызов, эго, эго, наверное. Что я, типа, столько не могу сыграть по правилам. Или это просто виноват стрим, где ты 5 часов, 6 часов, 6 часов мы вчера играем, какой кошмар. С одной точки зрения, ну, как это превосходно с другой, прекрасно. За 6 часов непрерывное разговаривание, у тебя вся энергия уходит на речь. И ты много забываешь. Многие моменты не учитываешь. Сейчас я буду играть в полной тишине, то есть я буду играть молча. Я буду очень внимательно отслеживать каждый ход, каждое действие. И моя задача сейчас сыграть даже не столько красиво и так далее, эмоционально. Моя задача сыграть сухо, максимально сухо и максимально по правилам. Я просто хочу себе такой вызов сделать. Поэтому дальнейшее видео будет в полной... Не, не в полной тишине, так как это не на YouTube, я могу просто себе фоновую музыку включить. И никто меня за это не накажет, так скажем. Потому что любой даже там 15 секунд какой-то музыки, если будет на YouTube, то его могут забанить. А здесь это будет только на Boosty, там вроде бы не следят за этим делом. Поэтому я включу себе фоновую музыку и буду играть, стараясь сыграть максимально правильно в этот раз. Все. И еще большое спасибо тем людям, которые вчера на стриме были со мной. Очень долгие часы. И Сергей, и Калифакс, не знаю, как никнейм делать. И Герберт там был, Юрий, в общем, люди, которые были, очень оживили стрим. И я очень смеялся уже потом в конце, когда играл. Я не читая чат, играл на концовку и потом перечитал, что вы там писали. Я очень повеселился, было очень-очень приятно. В общем, всем спасибо. Я думаю, что вы это тоже посмотрите, раз смотрели сам стрим шестичасовой. Так что передаю вам привет и благодарность. А теперь будем играть. Алиса, включи какую-нибудь приятную музыку. Включаю.